Всем привет! Так как на улице лето, мы тут решили записать один из выпусков на природе. Поэтому смотрите далее и дышите свежим воздухом. Сегодня в GameX говорим про PlayStation 4. В TechnoMix поговорим про пакет Яровой. А в конце вас ждет очередной гайд по Dota 2. В прошлом выпуске я вам рассказывал о финальной стадии истории консолей, о PlayStation 3. Теперь давайте же поговорим про новое поколение, про игровые компьютеры. Вспоминая прошлый выпуск, я сказал, что третий PlayStation это последнее поколение консолей. И теперь пришла пора рассказать почему. Итак, начнем с архитектуры, то есть с железа. А именно с графических адаптеров. Дело в том, что на PlayStation 3 стоял графический процессор RX, Солтан и Sony совместно с Nvidia. И это уже был первый звоночек, что если они следующие, так через одно поколение приставки уйдут. Также хочу заметить, что у третий PlayStation процессор был сделан компанией Cell. И казалось, что тут такого? По сути, процессор от какой-то левой компании. А вот тут уже всплывает четвертый PlayStation, у которой процессор от AMD. И если о компании Cell известно только всяким личностям, что увлекаются технологиями, то вот компания AMD на слуху уже у большинства пользователей. А еще графическим адаптером в четвертой плоте является не что иное, как AMD Radeon. И самое забавное, 8 гигабайт оперативной памяти. Если коротко подытожить, то PS4 это игровой компьютер на базе AMD. Ну ладно, хватит про железяки, давайте поговорим про инновации, ладно? Так как новых носителей еще не придумали, а старые не исчерпали свой лимит, то PS4, как и предшественница, выбрала в качестве носителей Blu-ray диски. Опять же, большинство наворотов произошло непосредственно внутри консоли, то есть с ее начинкой. Все стало более мощным, более быстрым, более стабильным, лучше, короче, стало. Но самым большим изменением стали DualShock'и. Новая, более эргономичная форма, встроенный динамик, тачпад, LED-подсветка, улучшенный акселерометр, более толстая батарея и еще куча всего, что делает DualShock 4 крутым. Вы мне просто на слово поверьте, ибо я его держу в руках каждый день. И уж я-то знаю, о чем говорю. Касательно прибудут. Да, их все так же мало, но все-таки есть о чем поговорить. Хотя бы про то же PlayStation VR. 2015-2016 годы это годы виртуальной реальности. Хотя только контора не пытается выпустить свой шлем VR. Oculus, SteamVR, HTC VR и вот PlayStation VR. PlayStation VR это очередной шлем виртуальной реальности, но уже эксклюзивно для PS4 и PS4 Neo, о которой мы поговорим чуть позже. PS VR отличается тем, что, ну, не знаю, он беленький и светится. Вполне все VR-шлемы одна и та же ересь, и вообще их спалить надо, но народу нравится. Они кайфуют от того, что у них перед глазами на близком расстоянии мелькают черт знает какие картинки. Не знаю, по мне это крайне сомнительное удовольствие, но мы что-то удалили с этой темы. И еще в качестве уже традиции, наверное, существует PS-камера для PlayStation 4. Эта штучка имеет встроенные динамики и целых два объектива. Благодаря этим объективам, эта PS4 камера позволяет играть с дополненной реальностью. Кстати, благодаря этой камере можно управлять при помощи голоса самой консолью. Включить, выключить, открыть приложение или игру, ну и так далее. Что касается PlayStation Neo. PlayStation 4 Neo это что-то по типу полу-нового полупоколения, что якобы мощнее, но никак не уменьшает в жизни этого поколения. Знаете, что я хочу сказать? Все это фигня. Раньше выпускалась консоль, потом выпускалась ее более компактная и слегка улучшенная версия. То есть более надежный CD или DVD-привод или консоль, что у них тоньше из-за удаления из нее ненужных деталей. А PS4 Neo, по сути, это новая консоль. Она поддерживает 4К разрешение, у нее более мощный процессор, более мощная видеокарта. Вот так и получается, что вроде бы консоль не новая, а мощнее в два раза. Вот и получается, что про PlayStation 4 рассказывать-то немного. А это и неудивительно. Предыдущие поколения прожили от 7 до 12 лет. PlayStation 4 прожила всего лишь 3 года, но ей все равно есть чем похвастаться. Например, продажами в 40 миллионов копий. Ну, а на этом у меня все. В следующий раз поговорим о чем-нибудь другом. И продолжит 2-3 дутка. Большинство людей знают законы робототехники, но не все знают, что на данный момент, по версии Google, их существует актуальных 5. Google, Openail и ученые из университета Беркли и Стэнфордского университета сформировали правила, которые необходимо учитывать при создании роботов и систем искусственного интеллекта. В корпорации Добра подчеркивают, что только строгое соблюдение этих законов обеспечит эффективное и безопасное развитие технологий. 5 важных законов робототехники. Первое. Избегание негативных побочных эффектов. К примеру, робот может разбить вазу, чтобы ускорить процесс уборки. Этого быть не должно. Второе. Избегание жульничества. Робот должен убрать мусор, а не прятать его. Третье. Масштабируемость надзора. Робот не должен надоедать владельцу вопросами, если есть возможность получить совет более эффективно. Третье. Безопасное обучение. Робот-уборщик не должен экспериментировать с протиранием розеток мокрой тряпкой. Четвертое. Устойчивость к изменению вида деятельности. Опыт, полученный роботом при уборке пола в цеху фабрики, может быть небезопасен при уборке офиса. Отметим, что на планете до сих пор нет общепринятых правовых законов, которые бы регулировали сферы робототехники и ИИ. Поэтому правила от Google и КО являются лишь рекомендацией. А вы тоже заклеиваете веб-камеру? Ну тогда знайте, что есть еще четверть населения России, которая тоже занимается этим делом. Лаборатория Касперского провела опрос, в ходе которого выяснила, что 23% российских интернет-пользователей заклеивают веб-камеру компьютера в целях безопасности. Исследование показало, что 14% респондентов избегают посещения Google и Facebook, опасаясь сбора личной информации. 34% опрошенных предпочитают хранить важные данные на устройствах без доступа к сети. 15% пользователей стараются сразу удалять данные, введенные в интернете, а 28% признались, что не видят в установке защитного софта острую необходимость. Результаты наших опросов выявили две проблемы. С одной стороны, есть немало пользователей, которые полагают, что предпринимаемые ими меры действительно помогут избежать киберинцидентов. А с другой стороны, есть категория неверующих, считающих, что они и их данные не интересны злоумышленникам и, следовательно, вообще пренебрегающих какой-либо защитой, рассказал Сергей Ложкин, антивирусный эксперт лаборатории Касперского. Опрос проводился в два этапа. На первом специалисты лаборатории Касперского обратились к 18 тысячам человек старше 18 лет из 16 стран. Второй этап прошел с участием 12 тысяч человек из 27 стран, но был проведен агентством B2B International. Причиной такого интереса СМИ к теме стал снимок Марка Цукерберга, который тот опубликовал в Инстаграм. На изображении видно, что у рабочего ноутбука основателя Facebook веб-камера и микрофон заклеены изолентой. Вот и пришел большой брат в Россию. Перед уходом на летние каникулы Госдума во втором и третьем чтениях приняла антитеррористический пакет, внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Это один из самых жестких законопроектов, принятых за много лет. В частности, документ обязывает сотовых операторов и интернет-провайдеров хранить переписку и звонки пользователей. Согласно принятой поправке, операторы связи обязаны хранить информацию о фактах соединений 3 года, а содержание переговоров и переписки 6 месяцев. Та же участь ждет и интернет-провайдеров. Придется в течение 12 месяцев хранить информацию о фактах соединений, о содержании переговоров, включая видео, за 6 месяцев. Сбор данных о фактах соединений начнутся с 20 июля 2016 года, а данных о содержании разговоров и переписки – с 1 июля 2018. К сожалению, в процессе подготовки законопроекта к слушаниям в Госдуме полноценный двусторонний диалог между интернет-индустрией и законодателями не состоялся. Доводы и предложения компаний отраслевых и общественных организаций не были услышаны и приняты во внимание, прокомментировал принятие закона Герман Клименко, председатель Совета Института развития интернета. В Яндексе отметили, что пытались добиться изменения закона, но безуспешно. Мы оперативно давали отзывы на поправки. Впервые увидев проект в понедельник, уже во вторник отправили наш отзыв. Но конструктивного диалога не было. Ни одно предложение отрасли не было учтено, рассказали представители компании. Примечательно, что с 23 июня из пакета Яровой Госдума исключила пункты о запрете выезда из России и лишении гражданства РФ людей, осужденных за терроризм. В последствиях одобрения пакета Яровой подробно разобралось в «Медузах». Кроме вышеназванного, комплект законопроектов включает наказание за недоносительство и оправдание терроризма в интернете, требования к владельцам сайтов и сервисов, представлять органам инструменты для дешифровки сообщений, ужесточение регулирования религиозной сферы и установление уголовной ответственности с 14 лет для некоторых преступлений. И вдогонку поговорим про пакет Яровой. Павел Дуров отказался выполнять предписание пакета Яровой. По словам создателя Телеграм, политика компании не допускает передачи ключей шифрования третьим лицам. Требования по раскрытию ключей для декодирования сообщений содержатся в законопроекте депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, который был принят Госдумой 24 июня. Телеграм не выдает данные или ключи шифрования третьим лицам, включая правительство. Законы, принимаемые в отдельных странах, не повлияют на эту политику, заявил Павел Дуров. В случае отказа предоставить ключи шифрования для того, чтобы правоохранительные органы могли декодировать переписку, на компанию может быть наложен штраф размером до 1 миллиона рублей. Но потенциальный закон не предусматривает блокировку ресурсов. А штрафовать компанию, которая не зарегистрирована в России, не получится. Точнее, можно, но это очень сложно, и вряд ли этим кто-то будет заниматься. С ним будут вяло бороться и говорить, что он нехороший человек. И он сам, и Телеграм, считает независимый юрист Антон Богатов. Ранее пакет Яровой раскритиковал Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности. По его словам, принятые поправки являются неработающими и неоправданным нарушением прав людей, а сам закон кажется новым большим братом. Отметим, что документ, одобренный Госдумой, пока не стал законом. Перед вступлением в силу, пакет должен одобрить Совет Федерации и подписать президент Российской Федерации. Героем нашего сегодняшнего обзора становится Пугна. Основным атрибутом этого героя является интеллект. За уровень Пугна получает всего лишь 1,2 силы, плюс 1 ловкости и аж 4 интеллекта. В начале у героя 1,24 брони и скорость бега 330 единиц. Первая способность героя — это Незер Бласт. Пугна создает взрыв астральной энергии, который наносит от 100 до 325 урона врагам и половину от этого дамейджа сооружением противника. Требует скилл от 85 до 145 маны, перезаряжается 5,5 секунд. Применяется с задержкой в 0,9 секунды в радиусе 400 единиц. Это отличная способность для очень быстрого фарма и пуша. Вторая способность — это Докрепифай. Могущественное заклинание «Изгнание» замедляет выбранного юнита на величину от 30 до 60%. Зависит от прокачки скилла, лишает его возможности атаковать или быть атакованным физической атакой, а также увеличивает получаемый им урон от заклинаний, добавляет 25% к магическому урону союзников. А противник по действиям заклинания получает больше урона на величину от 30 до 60%. Действует 3,5 секунды, требует 60 маны. Перезарядка уменьшается с прокачкой с 15 до 6 секунд. Помогает неплохо замедлить врага и нанести ему очень много магического урона или при необходимости убежать от лишней физической атаки. Третья способность — это Незер Вард. Пугна создает в указанном месте особый вард, который в радиусе 1600 единиц поглощает от 1,5 до 6 маны противника и атакует их, когда те применяют способности. В зависимости от прокачки вард наносит от 1 до 1,75 урона за каждую единицу маны, потраченной противником на любое активированное им заклинание. Время действия скилла — 30 секунд. Чтобы уничтожить вард, нужно нанести 4 удара. Требует 80 маны и перезаряжается 35 секунд. Очень сильно напрягает врага на линии, особенно если у него есть скиллы, которые желательно применять постоянно. Главное — поставить вард в нужном месте, чтобы его не достали враги. Ультимейт Пугны — это Live Drain. Используя эту способность на врага, Пугна поглощает его здоровье. Если целью является герой, а запас здоровья Пугны полон, то восстанавливается мана. Если целью является союзник, Пугна будет передавать свое здоровье выбранному союзнику. Килл действует 10 секунд и может быть прерван. В радиусе от 900 до 1200 герой высасывает от 150 до 250 здоровья противника. Требует способность от 125 до 225 маны. Перезаряжается 22 секунды. Ну а если мы покупаем аганим, то перезарядка исчезает вовсе. И увеличивается количество забираемого здоровья. При таких раскладах можно просто непрерывно ходить и убивать своих соперников. Конечно, если позволяет мана. А теперь давайте поговорим о плюсах и минусах героя. Плюсы. Маленький кулдаун заклинаний. Отличный ультимейт, который не дает нам умереть и даже может спасти союзника. Первый скилл позволяет быстро пушить и фармить на нужные предметы. Минусы героя. Легко убиваемый герой на ранних стадиях игры, как имеет мало хп. Есть проблемы с маной на ранних стадиях, но это тоже со временем поправимо. Качать способности можно следующим образом. На первом уровне качаем второй скилл на раз, а потом дважды берем наш первый АОЕ скилл. Далее чередуем первый и второй. Ульта на шестом. После добиваем первый и второй скилл. И с десятого уровня начинаем качать наш вард, то есть третьем. Ульт на шестнадцатом, а дальше стандартно плюсы до конца. А теперь давайте поговорим о предметах, которые чаще всего покупают на этого героя. Из сапогов берем Аркан Бутс, чтобы было меньше проблем с маной. Очень важный артефакт для пугны это Аганим, поэтому пытаемся собрать его как можно быстрее. Для повышения мобильности можно купить даггер. Если наша роль саппорт, то можно купить механизм. Чтобы поднять запас хп и маны, собираем Блудстоун. Если сильно умираем с прокастов, лучше купить БКБ. Так как мы можем очень сильно пробивать врага с магией, то собираем догон. Также хорошо подойдет шива для АОЕ урона и замедления врагов. Если мы идем пушить, то, конечно, берем Некра. На этом у нас все. Ну и как всегда, любой из наших выпусков вы можете посмотреть на сайте xtv.ru в разделе телепроекты. Подписывайтесь на нас в ютубе, ставьте нам лайки. Пистарабис! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok